всем привет итак в этом году последний этап тренинга предстоит называется он примерно так добиваем старушку иначе говоря на этом тренинге мы пройдем 66 не основных вариантов ну опасность не основных вариантов понятно особенно таких которые позиционно обоснованы которые играют сильные шахматисты и конечно подойдем и к этому все очень серьезно к этому всему давайте немножечко расскажу про структуру чем хороши редкие варианты тем что их можно все-таки изучать менее подробно чем основные и структура предлагается мной такая значит 10 самое позднее 10 декабря будут выложено видео будут выложены видеоролики по первым трем темам ну и в дальнейшем темы будут добавляться значит в этот раз не будет лекции по теории будет ролик с записью основные идеи белых и основные идеи черных то есть к чему должны быть готовы белые чему черные плюс естественно подборка партий сильных шахматистов далее уже в пятницу будет первый турнир в пятницу 11 декабря в 19.00 москвы с контролем 7 плюс 2 а в субботу будет разбор сначала в 10 утра по москве разбор партий и в 14 часов новый тематический турнир с контролем 3 плюс 2 для чего делается для того чтобы набить руку в этом варианте и белыми и черными чтобы было сыграно как можно больше партий при этом второй партии второго турнира мы не разбираем но если у кого-то возникают по итогам турнира вопросы то в воскресенье то есть на следующий день у нас ответы на вопросы они могут быть и по лекциям и по итогам разбора и по итогам турниров турниров блиц вот итак первый вариант это вариант рязанцева давайте я вам сначала покажу картинку то есть вот с 11 по 13 декабря это вариант рязанцева потом я покажу вам на шахматной доске как эти варианты выглядят второй вариант это вариант фианкета без хода c24 но обратите внимание что сыграть c24 тем не менее можно и здесь поэтому при случае может у кого-то получиться что это продолжение скажем так последнего осеннего тренинга где мы разбирали вариант фианкета в стране индийской защиты он будет идти с 13 по 16 декабря 17 по 19 у нас будет вариант английская фианкета то есть без хода d4 и опять же обратите внимание ход d4 вполне возможен то есть не исключено что и тут мы продолжим где-то разборы непонятого в королевском фианкета в стране индийской защите далее у нас пойдет вариант смыслова следующие два варианта названия пока не имеют но они очень опасны линия с пятым ходом слон d3 было придумано ну придумано достаточно давно но одним из первых сильных шахматистов ее ввел в серьезную практику алексей александров вот именно на постоянной основе у него много неплохих партий я видел так играл играли такие сильные шахматисты как малахов дреев то есть вариант очень коварный и последним будет разбираться уже преддверии нового года чисто в субботу воскресенье будет разбираться вариант с пятым ходом конь же едва в основной позиции стран индийской защиты и так что хотелось бы сказать то есть немножко то есть формула у всех линий у всех этих редких линий одна и та же один турнир то есть две лекции идеи белых идеи черных тематический турнир с контролем 7 плюс 2 100 минутный разбор партий и тематический турнир с контролем 3 плюс 2 где партий будет больше просто для того чтобы набить руку ну и две секунды добавления на ход чтобы все таки не было поверхностности не было вот этой будет авости так скажем стоимость участия 500 рублей один вариант то есть не обязательно выбирать все шесть но за весь комплект две с половиной тысячи рублей то есть скидка для не россиян 7 евро один вариант или 35 евро за все занятия точно также можно взять дополнительно час разбора то есть час индивидуального индивидуальных занятий по этому тренингу и он также будет дополнительно 1000 рублей или сколько там было в евро столько же и остается в общем так и по моему основные моменты я осветил вот давайте сейчас еще раз покажу линии то есть первая линия вариант рязанцева до 4 кони в 6 c4 g6 именно с этого варианта мы стартуем наш зимний тренинг под названием добиваем старушку и так слон е3 многие называют это полу овербахом ну самый большой вклад в развитие теории этого варианта внес наш современник молодой шахматист для меня точно молодой александр рязанцев это с 11 по 13 декабря далее с 13 по 16 у нас линия без хода c4 кони в 3 кони в 6 g3 g6 слон же 2 слон же 7 рокировка рокировка d4 d6 да здесь и здесь всех обе белых то есть понятно что ход c4 нами проверялся на прошлом тренинге может встретиться я запишу видео по разным ходам белых и по основные идеи белых и основные идеи черных расскажу значит следующий вариант это у нас английская фианкета то есть вот то же самое только вот здесь c4 d6 и конечно тоже белые могут здесь сыграть d4 а могут сыграть вот мы будем разбирать но все остальные разумные ходы в первую очередь конь c3 а нет 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 я вам я вам наврал конь f3 g6 извините это бывает не часто английская фианкета у нас будет вот в таком виде c4 кони в 6 g3 g6 слон же 2 слон же 7 конь c3 рокировка вот в таком виде здесь тоже белые могут сыграть d4 но мы будем рассматривать ходы в первую очередь конь c4 это основные продолжения будем разбирать и остальные значит это у нас 17 по 19 число значит следующий тренинг это у нас вариант смыслово вариант смыслово он выглядит примерно вот так у них без хода е4 конь f3 рокировка слон же 5 далее следующая коварная линия у нас это ход слон d3 вариант который я назвал там ну условно говоря а еще михай марин так играл из известных сильных шахматистов алексей александров то есть вариант очень коварный и значит это у нас с 23 по 26 декабря и завершает предновогодний вариант ход конь g2 тоже очень интересный и очень коварный вариант иначе говоря этот тренинг мы с 11 декабря но с 10 по сути по 28 декабря при этом 29 там или 30 если кто-то запишется на получать час дополнительных занятий по вот этим шести темам пожалуйста продолжим и далее то есть и 28 или 29 числа проведем еще занятия в общем спасибо за внимание записывайтесь на тренинг расписание так давайте я еще раз покажу вот расписание как записаться вы знаете информация в описании под роликом жду на тренинге